здравствуйте уважаемые телезрители это программа мужская компания и я ее ведущий город вячеслав сегодня мы приехали на водоем находящийся на среднем урале это свердловская область так скажем север средловской области вот водоем небольшой мы уже успели сейчас вот мы подъехали под вечер и в общем то только единственное что мы успели уже на вечерней зорьке выплыть и проплыть вот эхолотом и на моторе проплыть по водоему и немножко его так скажем обследовать и пришли к выводу что водоем очень сильно заросший глубины небольшие примерно до трех метров но очень много травы она разнообразная то есть просто много травы можно сказать даже почти болото вот небольшая коллекция наших приманок которые мы можем использовать на данном заросшем водоеме то есть это различные виды не зацепляемых не зацепляек то есть вот мы начнем вот такой вот рапаловской не зацепляйки то есть у нас здесь maps lucky john вертушки ну в общем то их немного начнем мы вот с этой приманки потому что такая специфика ловли делаем первый заброс ловись рыбка большая и маленькая сейчас мы видели классический выход щуки ну я не знаю назвать это щукой то есть конечно язык не поворачивается это щуренок но это классический он делает свечки ну за край в общем то мы даже с ним не боремся и даже думаем о том чтобы он как бы сам отцепился ну что не надо биться я тебя же сломаю сейчас аккуратно давайте я его освобожу а потом все это дело расскажу ну этот какой-то уже такой с голубизной не совсем черный а это рыба уже попадалась кому-то на крючок и отпускали у нее рот уже покорябаный такой хорошо жабры мы не повредили но рыба вся такая кровавая я бы сказал хорошо что мы поставим а все теперь надо быть перевязывать потому что мы плетеной леской повели по зубам сейчас у нас рыбу отпустим и перевяжем вот бойкая вот даже вот она у нас вот кусочек хвостика оторвала бойкая рыба очень бойкая вот вода прозрачная я думаю что метра два с половиной наверно но везде трава может быть даже рай для подводников но не 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 расскажу я подводником про этот водоем иначе здесь все вот такой вот таких вот перестреляют не все конечно но большинство это вот вот теперь мы должны перевязать по воду не кусок плетенки почему потому что мы провели плетенкой по зубам щуки и поэтому какой-то вот такой вот сантиметров 20 надо отрезать иначе это уже вот на следующие щуки если мы там возьмем трофей а мы его обязательно сегодня вечером возьмем вот этот вот кусочек может нас подвести делаем это быстро сантиметров 40 наверно получается мы сейчас уберем с поводка узел паломар делается очень просто вдвойне складывается леска продеваем вертлюжок делаем обыкновенный узелок обыкновенный самый обыкновенный так вот этой двойной леской вот и у нас остается петелька вот сейчас я так как она леска же двойная была вот остается петелька и в эту петельку мы вот этот поводок сейчас и проденем после этого спокойно тянем леска у нас мокрая поэтому должно все хорошо затянуться затянулась все подтянули узел вот такой паломар чем-то в большинстве случаев я его использую довольно таки надежный узел надо будет ножницы подточить вот это мы убираем в желе плоскогубцы у нас на готове все такой у нас ремонтик небольшой произошел и сейчас вертушкой с обкоцанными такими тройниками но здесь осталось пару перышков я думаю что пойдет вот мы снова готовы бороться с рыбой и подбрасывать ей приманку красота пока тут у нас оператор подворачивал у меня произошла поклевка вон видите какие круги это уже главное не пустить его в траву куда ты вау здесь пацан нужен он уходит в траву но удилище вау это красота это то что нам надо так фрикцию надо отпустить чуть-чуть подмотать она ушла под лодку это щука на вертушку щука но удилище не дает не позволяет увидеть я просто не доработал фрикционом чуть-чуть после того когда работал то есть вот она красавица вот так вот все профессионально спокойно вот и мы видим но все-таки хочу отметить рыба очень сильная какая я бы сказал дикая сильная потому что прям порываю такие удары но удилище все-таки справляется то есть кончик мягенький а само удилище прям вот чувствуется то есть можно не дать ей уходить в траву то есть прям выворачиваешь ее вместе с травой оттуда вот но мы очень-то подготовились единственное что фрикцион конечно я не отпустил если бы еще у нас работал фрикцион то но хотя может быть не такая же не такое жесткое вываживание было бы в общем то ну а в данный момент сейчас она у нас в подсадчике хорошая такая щука вот и вот она как и делает свечи выпрыгивает ну такая полторашечка я бы сказал полтора килограмма очень сильная очень сильно сейчас я достану плоскогубцев это ну все-таки от водоема от кислорода в воде очень много зависит я сейчас вот аккуратно наши зубы очень острые бойкая такая все мы освободили сейчас убираем нашу приманку убираем плоскогубцы вот и наша красавица мы не будем ее сегодня брать эту рыбку ну жирная видите жирная щука в общем-то короткая такая но жирная желтого цвета вода какая-то такая вот желтизной с коричневым каким-то оттенком непонятно но очень сильная бойкая щука мы с ней справились поборолись примерно метров с 15 мы через траву вытаскивали вот и сейчас она у нас в руках буквально примерно за часик мы освоились на этом водоеме подобрали так скажем приманку вот покидали не за цепляйку такую лодочку и вот сейчас на вертушке в общем-то неплохо неплохо хороший результат ладно давайте не буду я ее мучить вот сейчас уберем этот пацанчик уберем и нашу рыбу будем отпускать сейчас реанимируем кстати пузо в ней полное то есть хорошее питание видимо у рыбы потому что пузо полное но приятно приятно подержать поймать достать такую рыбку она даже уже привыкла к нам мы выдрессировали она не сопротивляется мы даже не поранили нее и и то есть там за край губы все это сделали хорошо и говорим беги красавица и ну давай иди иди не хочет от нас она уходить на воздухе подержали конечно мы ее пузо такое полненько полненько и она так переваливаясь переваливаясь уходит красавица в глубину всего пошла в травку на просто части наверное не может прийти в себя что и отпустили вот но она нам доставила очень много удовольствия это приятно очень приятно мы сейчас умываем руки и продолжаем рыбачить есть есть красавица куда-то пошла в траву в кину на чистом откуда-то она выскочила вот уже рядом с лодкой справа справа нет это серьезно что-то она так уверенно нет удилище спиннинг нашим мы без якоря кстати мы сейчас приготовим вот она нам показала еще фрикцион чуть опустим показала нам нет она не уйдет не 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 уйдешь у нас очень классное удилище удилище спокойно без шума и пыли мы ее заводим к нам в подсадчик теперь мы немножко освободим лески сейчас суетиться не надо суетливость в таких случаях это самый главный враг рыболов то есть если вы видели мы да все уже уже место ты уже у нас ну это пожирнее чем предыдущие то есть мы видели что мы не дали ей уйти я так подниму для уверенности а она видите она выплюнула вертушку сама освободилась все не знаю почему то сегодня вот в этом водоеме любят они вот эту вертушку или просто может быть я часто ей бросаю но в данный момент мы видим что покосан покусанная спина уже не пораненая это говорит о том что здесь щука есть еще и покрупнее подожди час я тебя возьму камера вся в воде не дается мы не будем ее брать за глаза как делают некоторые это не наш метод да что ты такая сильная то такая хорошая это получше чем была предыдущая буквально там часик мы покидали щуки много окунь тоже есть крупного окуня не нашли вот пока нашли только вот ближе к двум скажем так больше чем полтора но ближе к двум самое главное не надо волноваться не надо форсировать события рвать и так далее если у вас очень качественное хорошее удилище спиннинг с тестом в данный момент это у нас тим салма тиога с тестом три с половиной 22 грамма что в общем-то для этого водоема его вполне хватает а вот это вот вершинка солептип вот это вот она во-первых сглаживает рывки щуки да а сам основной комель он очень жесткий такой упругий он не дает щуки там или другой мощной рыбе уйти куда-то в траву вот если посмотреть то есть водоем весь зарос это практически болото в общем-то открытых мест очень мало и мы сегодня буквально на вечер вот мы недавно приехали буквально час на полтора наверно здесь поплавали по исследовали и как-то вот связи с тем что водоем заросший мы попробовали не за цепляйки но как мелочь в общем-то небольшие щучки такие вот штуки три-четыре было потом вот поменяли на вертушку в надежде половить окуня мелкий окунь крупного не нашли вот ну и как не как ни странно на вертушке хорошая щука мы приплыли примерно метров 500 вдоль берега то есть даже еще не обследовали водоем в общем-то и убедились что спиннинг просто шикарный он позволяет забрасывать мелкие приманки ну что ты бьешься я же не отпустить хочу вот значит но при этом он справляется ну плотный живот набитый рыбой я не могу с ней справиться просто ну очень мощная какая-то рыба вся активно подожди я тебя отпущу все вот и мы будем наверное сегодня сейчас заканчивать уже в солнце садится мы поедем нам надо еще лагерь ставить все вот так вот так вот на природе можно спокойно и погладить пузико давай красавица иди ну иди все но она вот здесь травмирована все таки кто-то не похожи на сети но травмированная щука все ожила так много билось билось отпустим мы тебя куда же мы тебя то есть ну давай давай все все в моих добрых руках в моих добрых руках даже рыба присмиряется не буду говорить про женщину рыба в моих руках даже присмиряется смотрите не хочет она уходить ну иди все иди завтра вернешься придешь завтра ну давай 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 только что билась но ты посмотрите что иди красавица иди итак наша рыбалка заканчивается в общем-то где-то часика полтора мы на этом вот небольшом водоеме совсем заросшим с такой средний урал вот мы половили здесь щуку также у нас окунь был крупного не было был мелкий окунь в основном крупная щука мы не ожидали что здесь она такая есть но мы ее половили телезрителям хочется сказать почаще ходите на рыбалку ловите рыбу подписывайтесь на наш канал смотрите нас на ю тубе до свидания пока а а